приветствуем всех на нашем канале и сегодня мы с вами займемся выделением семян из такого кустарника как хиномелис или айва японская или северный лимон вот такие небольшие плоды сравнительно небольшие до 40 50 грамм созревают ближе к осени и сейчас мы будем выделять из них семена мякоть мы пустим на какие-то джем и варенье переработаем компоты а семена пойдут у нас на посев для видового размножения данной культуры посмотрим вместе результаты и посмотрим познакомимся с этой достаточно интересной культурой весьма ароматный неприхотливый и очень декоративная в саду красиво цветущий вашему вниманию хиномелис айва японская в данном случае это белорусский сорт в прошлом гибрид c70 сорт лихтар забыл упомянуть посев у нас будет осенний предзимний так называемый вот мы разрезали и так выглядит на срезе мелкоплодная айва или хиномелис вот такое обильное количество семян данном случае уже вызревшие потемневшие и сейчас мы будем выделять и обрабатывать дальше аромат стоит великолепный запах лимона очень интересный в данном случае фрукт вот так у нас движется процесс уже отделенные части и семена сразу хочу сказать вам подготовьте хороший острый нож потому что его достаточно плотная и твердо режется даже острым хорошим ножом вот эти около плотники семенных камер мы извлекаем вот таким остреньким небольшим ножом вырезая ее по кругу и отделяю в эту емкость здесь уже находятся чистые чашечки вот потом на них вырезаем буквально несколько частей нарезаем и можно что-то из них приготовить значит какие нюансы именно стоит обратить при семенном посеве плоды обязательно должны быть вызревшие однозначно семена должны быть крупные коричневые тогда они будут хорошо сходить и дружно в принципе хиномели сходит сходит достаточно дружно при осеннем посеве буквально щеточкой стоят они потом концу мая и еще хочется сказать что все-таки стоит его сеять обязательно под зиму тогда получите хорошие результаты так кого интересует информация по выходу семян вот мы взяли один среднего размера плод отделили семенную камеру с околоплодником хиномелис имеет 6 семенных камер в среднем вот таких два околоплодника разделенных перегородками и вот это вот количество семян из одного вызревшего плода среднего размера мы специально его посчитали для вас у нас получается из одного вот такого плода мы получили 56 семян учитывайте это при отборе потому что сходят они неплохо если подготовлены к посадке правильно и определяйтесь по количеству чтобы у вас не получился их совсем запредельно много берите столько сколько вам нужно напомню 56 штук из одного плода очень плодовитый на семена плод закончили мы с выделением семян у нас получилось вот готовое сырье для переработки сейчас наверно сделаем или заготовку для компота или перетрем с сахаром или сварим конфитюр очень вкусно получится хорошо добавлять в чай зимой вот столько у нас вышло в итоге семян сейчас мы их отмоем мы семена немножко отделяем вернее оживляем перед пассивом свежесобранные мы перетираем либо с песком так называемое абарботирование чтобы немножко продрать кожуру и дать оболочки семени понятие что ему пора просыпаться то есть это чисто механическое действие которое в нашем случае мы заметили что лучше действует на семена и они лучше проклевываются и более дружные идут в рост ну вот отделили плюс очки они у нас идут утиль сейчас промываем семена слегка подсушиваем на газетке и в течение трех дней будем высевать их в бороздки канавки на глубину 2-3 сантиметра сверху посадки мы будем мульчировать торфом либо опавшей листвой и в мае ждем дружные всходы это красивая интересная культуры до осени сеянцы сидят в школке сеянцевой школке поднимутся они на высоту примерно от 15 сантиметров до 40 в зависимости от условий сезона и рассаживаются осенью уже поль в первое поле питомника на доращивание через 20-40 сантиметров на выходе на втором поле питомника мы будем иметь уже хорошо развитые саженцы которые можно пустить в реализацию можно доращивать дальше еще доводить до плодоношения всем спасибо что посмотрели это видео ставьте лайки подписывайтесь на канал будьте с нами с вами садовый канал сад точка бел до новых встреч так приготовить из этой айвы мы решили джем измельчаем его на терке добавим сахар один к одному и будем варить его после кипения 10-30 минут до золотистого цвета и разольем горячим по банкам отличная заготовка на зиму рекомендуем вам весьма витаминная и очень вкусная и полезная хорошо 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 хорошо